здравствуйте уважаемые друзья сегодня у нас будет интересный выпуск а именно обзор танка т-72 как раз с алексеем соловьем здравствуйте представляем вашему вниманию модель фирмы менг танк т-72 b3 это одна из последних моделей этой компании и сейчас мы с вами вместе посмотрим входит набор данного начнем с инструкции как всегда у этого производителя инструкция выполнена на хорошей мелованной бумаги содержит она и историческую справку в том числе и на русском языке хорошо видно тем кто еще не собирал модели этой фирмы очень рекомендую потому что почерпнете некоторую информацию уже непосредственно из инструкции дальше идет описание процесса сборки принципе здесь ничего особо трудного нету модель собирается и как я понял из инструкции довольно таки просто и имея опыт сборки модели этой фирмы могу сказать что все очень хорошо стыкуется все очень хорошо склеивается и никаких проблем не вызывает здесь в наборе представлена рабочая ходовая часть то есть мы видим балансиры с торсионами которые будут подвижны будут сохранять подвижность в комплекте идет специальный кондуктор для выравнивания балансиров по одному уровню единому чтобы их зафиксировать можно было далее интересным является и сборка гусеничной ленты тем кто собирал т-90 я думаю это будет знакомо тем кто нет единственное пожелание это быть внимательным и аккуратным ничего трудного здесь нет все очень подробно описано каждый этап дублируется на русском языке сборочный этап что необходимо выполнить схемы очень подробные и очень понятные поэтому я думаю что проблем в этом вопросе возникнет ни у кого не может это что касается ходовой части то есть после сборки она у вас может остаться по рабочей гусеница я так понимаю будет перематываться балансиры будут двигаться то есть машину можно ставить на диораму и она прекрасно будет огибать рельеф тем кому такая опция не нужна конечно можно все зафиксировать клеем и уже модель будет статично в этом отношении дальше идет сборка элементов корпуса ставится система динамической защиты здесь это контакт 5 это одна из систем динамической защиты последнего поколения здесь она представлена вот виде лобовой детали эта накладка идет на лобовой бронелист то же самое выполняется по башне здесь мы видим крепление ящиков zip с противоположной стороны это будут крепления дополнительных вот они топливные баки стяжные ленты здесь представлены в пластике но это нисколько не портит модель поэтому не обязательно чтобы это было сделано фототравлением дальше торсион над моторной плиты бронировка сеточки данные фототравленными деталями также фототравлением идет специальный шаблон для окраски опорных катков который будет закрывать сам бандаж резиновый так что в общем и целом здесь все выполнено очень хорошо ходовые огни присутствуют выполнены все имеет масштабный вид сейчас мы более подробно рассматривать детали это будет видно очень хорошо вот установка фар резинотканевые бортовые экраны имеют уже сразу характерный для них изгиб то есть в отличие например от фирмы звезда где это не сделано вот здесь пожалуйста это выполнено сразу и очень правдоподобно единственный момент у меня лично вызвало это в плане бревна самовытаскивания она дано сразу в едином блоке с элементами крепления в принципе для тех кто собирает из коробки это не критично для тех кому хочется больше реализма придется что-то придумывать потому что аналогичные детали в общем то можно взять из старых наборов травления фирмы эдуард еще для там есть кого-то 72 потому что этот узел он не меняется от модификации к модификации он остается так таким же точно само бревно в принципе сделано хорошо за исключением наверное того что есть очень глубокие канавки выполненные хотел производитель показать фактуру дерева получилось так что она несколько треснутое ну вполне допустимо что где-то такое могло быть сборка трос у нас представлен в виде нейлоновой нити лично я такой всегда использую если он есть менять лично например если бы я собирал модель я бы не стал и оставил его так таким же обогнув его по корпусу далее можно ему придать циокрином необходимый вид он затвердеет и все и будет не хуже чем металлический точно также от бочек дополнительных топливных баков есть система разводки шлангов к питанию двигателя тоже этом наборе дается в общем то фирма звезда свои модели это дает то 90 так что это все вот вот представлено все это очень хорошо видно у них эта система аналогично ничем по сути дела не отличается ствол собирается как вы видите схемы у нас из двух половин это в общем то конечно можно сказать что это уже анахронизм это не соответствует современному уровню но тем не менее зная стыковку модели фирмы менг я могу сказать что ствол прекрасно потом можно будет немножечко зашкурить потом наждачной бумагой с мелкой зернистостью нужно финальное дать финально вышкурить ее и получится очень хорошо вот в т-10 м который фирма менг я вот его делал там такая же точно схема поэтому у меня это проблему не вызвало блоки динамической защиты по башне системы контакт 5 даются отдельными деталями и очень правдоподобно выглядят маска орудия выполнена пластиком чехол маски показан можно также сделать и отдельно вот дается стальная бронированная маска и уже сам человек кто любит лепить из двухкомпонентной шпаклевки может вполне попробовать свои силы далее у нас идет сборка пулемета системы корт вот она представлена внизу ящики zip на башню труба шнорхель как мы ее всегда называем хотя в нашей армии на так называется это труба комплекта у пвт оборудование для подводного вождения танка в принципе все очень стандартно те кто собирал машины серии т-72 или даже т-90 от звезды в общем то будет все то же самое за исключением пожалуй что подвижной ходовой части сборки траков которые здесь дают возможность сделать их рабочими вот всего у нас получается 36 сборочных этапов для того чтобы собрать эту модель очень хорошо сделано и показана защита командира когда есть необходимость вести огонь из пулемета имеется здесь защита дается в комплекте если кто помнит на старых моделях звезды т-72 это был довольно грубый кусок пластика отливка здесь же проработана фактура резина ткани которая идет под бронировкой с окошечком вот поэтому все выполнено очень достойно аккуратно и красиво ну далее идет лист с деталями которые входят набор деколь и сейчас я покажу какие имеются варианты окраса значит первый вариант у нас идет машина из 20 общевойсковой армии западный военный округ 2014 год но могу сказать что и до 2014 года машины в подобном окрасе там присутствовали потому что там есть не только т-72 b3 но и b1 и т-72 b машин там много этого семейства представлено поэтому но они к сожалению выполнены все без камуфляжной окраски производители рекомендуют нам красить это красками фирмы а к интерактив на коробке об этом сказано либо красками фирмы в олеха парад тоже санкт-петербург где перебью да вот китайцы немножко наверное с юмором ребята да знают что у нас как бы три шестерки определенные значения имеют и все же нам делают декольда с этим возможно есть такой борт я не 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 знаю просто интересно ребята если кто-то знает именно про этот борт именно стрима вообще довольно странно это цена я думаю что ни разу не видим армии даже интересно может услужил такой или служит может откликнитесь если так и правда номер даже дается гвардейская эмблема нового образца на пару значит еще один вариант окраски у нас представлен машина с парада победа 9 мая 2015 год санкт-петербург но видите здесь показаны все характерные черты но в общем-то и по красной площади по моему мнение я не помню у нас наверно только до 90 шли на 70 лет они могли другие городах эти да скорее всего-то 72 b3 могли быть это вот такой в санкт-петербурге когда-то санкт-петербург как раз пятнадцатом году до следующий очень интересный вариант значит машина из состава вооруженных сил украины и лавайс 2014 год ну могу сказать что можно его делать вполне интересно тем кто хочет более подробно эту машину увидеть потому что здесь на красочной схеме не все представлено что на ней есть я видел эти машины и в ю тубе много видео на по этим танкам и много фотографий поэтому кому интересно сами найдете сами посмотрите вот ничего комментировать по этому вопросу я не буду поэтому сами найдете по этой довольно скользкой теме материал если кому что-то будет интересно дальше у нас представлена машина из команды нашей команды танковый биатлон это у нас 2015 год тоже вот урал вагон завод дается декально него интересная схема окраски вот принципе тоже можно такое сделать и еще один вариант танк принимавший участие в международной выставке нижний тагил 2015 год это вот так называемый как его иногда воспринимают но новый вид камуфляжа российской армии на самом деле не так потому что в таком окрасе действительно только машины на выставках одну преподносится и терминатора касается и в том числе и тех же т-90 по крайней мере армату в таком виде мы еще не видели хотя я так понимаю что компания звезда на своей коробочке наверно нарисовала как раз арматов кануфляжа ну и собственно варианты какие у нас идут цвета вот краска есть компании менг и краска ака интерактив но по сути дела это одно и то же потому что у фирмы менг есть договор с ака интерактив они выпускают специально краску для компании менг под их логотипом поэтому все эти цвета они дублируются кто-то как кто красит томей подберет из них свои теперь перейдем непосредственно самой модели значит вот у нас тут представлены траки траки у нас как я уже говорил будут рабочие в принципе собираются точно так же как и настоящий с одним лишь исключением что пальцы вставлять не придется пальцы уже отлиты гребни ставятся поверх траков закрепляются трак с гребнями в кондукторе далее боковые вот эти крепления устанавливаются в кондуктор кондуктор прижимается под сборки траков и у вас получается секция я не помню точно количество из нескольких траков и так пока вы не сделайте отдельным элементом здесь идут асфальтоходные резиновые подушки видно должно быть вот они здесь представлены их можно устанавливать если вы делаете парадный вариант танка если вы его не делаете то они у вас останутся в комплекте возможно потом какой-нибудь другой модели примените следующий литник здесь у нас идет нижняя часть башни как раз лобовая деталь с динамической защитой контакт 5 естественно на танке тоже установлена система активной защиты но чисто внешние ее элементы не имеют никакого такого характерного облика потому что система скорее всего стоит здесь которая называется арена комплекс арена в который входит и комплекс туча и постановки помех ну вот и чисто внешне его в общем-то рассмотреть практически не представляется возможным поскольку комплекс является до сих пор секретным поэтому никто конечно вам про него подробно не расскажет и точно так же вот динамическая защита на башню танка следующий литник у нас наши бочки 200 литровые дополнительные топливные баки но здесь все просто из двух половин как обычно но проблемы зашкурить стыке никакой нет тянутый летит в конце концов можно положить стык и отлично зашкурить не прибегая к помощи шпаклевки расскажи пожалуйста вот смотря на литнике я не заметил никаких вот грехов то сказать нет ни облоя никакого не не присутствует ничего это увлечение служение тоже нет никаких ну все очень на хорошем качественном уровне ведущие катки или как их иногда называют звездочки люк механика водителя крышка люка точнее если быть точным механика водителя дальше смотрим вот как раз собственно о чем я говорил защита командира это брони щиток со стеклом и резинотканевое покрытие имеет рельеф характерный что очень удобно здесь же у нас представлены детали пулемета механизм подъема крепления и пары на башню сама башня любители геометрии проверят насколько она соответствует чертежам размером по внешнему виду она очень похожа по крайней мере проработаны все литьевые швы показаны очень на мой взгляд аккуратно хорошо все сварные швы то есть есть отличие да у нас верхняя часть она варивается отдельно а вот здесь у нас показаны литьевые швы на мой взгляд все сделано очень удачно единственное что от стык двух половин пресс-формы здесь есть небольшой след но его легко убрать наждачной бумагой это не составит никакого труда далее у нас идет маленький летничок где у нас представлены приборы наблюдения все триплексы перископы все выполнены здесь же у нас идет из резиноподобного материала выполнена маска орудия и точно также выполнена система разводки от дополнительных топливных баков что очень удобно потому что пластиковую деталь тяжелее гнуть особенно если пластик хрупкий дальше у нас идет верхняя деталь корпуса а именно то место где у нас люк собственно механика водителя вот под башенное оборудование все идет здесь точно также люк но это люк от башни у нас бронировка прицела показаны остальные детали дальше на этом летнике у нас опять идут детали от наших дополнительных топливных баков здесь же представлены элементы их крепления к корме корпуса в принципе их не обязательно устанавливать это они не всегда могут быть установлены на машина это о чем свидетельствует многочисленные фотографии кулку уши для троса также у нас здесь есть и посадочные места для ведущих катков очень хорошо ажурно выполнены но также как принципе у фирма звезда тоже что я сделал очень хорошо это вот эти крепления бортовых экранов динамической защиты именно динамической защиты которые у нас представлены тремя пластинами на каждый год далее идет литник с передними брызговиками к ним даются тоже элементы крепления отдельно очень ажурно отбитые выполнены устройство для самоокапывания на нижней лобовой детали вот собственно бревно о чем я говорил вот я думаю что будет видно что до трещины очень глубокие и широкие чего быть в принципе не должно потому что все-таки дерево таким может стать когда оно рассыхается на музейных образцах да такое встречается но все-таки как-то в войсках лично мне не приходилось встречать чтобы уж прям такие были глубокие трещины хотя возможно повторю где-то такое возможно есть дальше над гусеничные полки как я говорил уже где у нас топливные баки стяжные ленты у нас даются пластиком здесь она отлита очевидно что вот тут они будут установлены в комплекте с остальными деталями это абсолютно не портит внешний вид например трумпетр дает всегда их травлением почти во всех своих моделях и я лично не считаю что это правильно и необходимо давать такие детали фототравления и вполне можно отлить технологии это позволяет замочки крепления замочки открывания ящиков зип скобы вот эти все пролиты очень хорошо выглядит натурально далее далее опорные катки с бандажами рисунок на бандажах катков соответствует действительности так по внешнему виду по ощущениям каток очень хороший потому что видите даже и прибор до дается но очевидно эти летники у нас идут от как как у танка т-90 потому что опорные катки здесь аналогично то же самое как и торсионы далее у нас идет на моторная плита броневая и различная мелочевка для установки в том числе ящиков зип на башню танка вот о чем я говорил элементы крепления брызговиков очень ажурно отлит и очень натурально поэтому менять на проволоку я думаю смысла никакого нет все очень хорошо и очень качественно далее у нас идут детали орудия пушка у нас тут два 125 латкоствольная я думаю все знают про это орудие слышали что она может помимо того что стрелять снарядами имеет еще в боекомплекте три управляемые ракеты поэтому собственно орудие это и гладкоствольные не только из-за этого потому что у нас на сегодняшний день все боеприпасы имеют оперение которое при полете снаряда раскрывается от набегающего потока воздуха и дополняет дополнительную стабилизацию снаряда это к вопросу о том что почему пушки стали гладкоствольными началось это все станка т-62 вот все пролито очень качественно очень красиво четко ажурно никаких нареканий вызывать не может модель производит благоприятные впечатления вот резино-тканевые бортовые экраны как я и говорил вот должно быть видно у нас есть характерный изгиб очень плавный очень плавный очень аккуратный толщина принципе соответствует оригиналу может быть они чуть толще но ловить какие-то десятые части миллиметров я думаю что не стоит в данном случае крепление петли между каждым экраном выполнены очень аккуратно очень красиво заклепочки точнее головки болтов по креплению самого экрана к борту танка вот это хорошо должно быть видно вот на этой детали вот они маленький как маленькие пенечки идут рядом сделано очень хорошо то есть при откусывании детали вы их никак не повредите что нельзя например сказать о некоторых других производителях где питатели подведены как раз той стороны где есть головки болтов не очень хорошо ну и вот так в таком пакетике у нас идет так называемая ванна выполненная тоже я думаю без каких-либо ошибок ну кто будет мерить модель по чертежам скажет сели сливные горловины на своих местах люк героев внизу представлен как его называли во время великой отечественной для покидания машины далее у нас верхняя деталь корпуса с над гусеничными полками причем я хочу сказать что здесь видите даже сделана полка так как она выглядит в оригинале до установки на нее дополнительных топливных баков по левому по правому борту и ящиков zip по левому борту то есть например и можно как вариант рассмотреть даже какие-то моменты с подбитыми машинами потому что если вы будете делать машину на конфликт на донбассе то конечно можно попробовать что-то сделать и такое далее внутри у нас идут резина резиновые втулки для установки балансира для установки опорных катков на балансиры чтобы они сохраняли подвижность здесь у нас идет детали пулемета порт здесь же у нас дается кондуктор для выравнивания балансиров по высоте чтобы у нас сохранить клиренс тот который на танке есть его спокойном положении на ровной горизонтальной поверхности дальше у нас представлена вот в таком пакетике декали которые мы видели с вами уже на вариантах окраски как я уже говорил есть трафарет решетки фототравлением и тросик из нейлоновой нити в поле расскажи пожалуйста вот я еще раз хочу уточнить вот этот вот трафарет скажи ребятам как он вообще действует я сейчас покажу потому что некоторые я сейчас покажу значит сначала прежде чем использовать этот трафарет мы выкрашиваем с вами бандажи бандажи катков полностью мы их выкрашиваем не боясь того что попадем на собственно сам каток на его стальную часть красим даже небрежно не аккуратно покрасили а дальше мы берем с вами и прикладываем наш трафарет на опорный каток и остается у нас открытый только стальная внутренняя часть вместе с ребордой очень удобно потому что здесь есть реборда как на настоящем танке и держаться у вас трафарет будет никаких проблем это не совсем получается многократного поменять естественно у кого он сохранился от и 90 кто собирал минговский к 90 они его используют эти люди дальше на других машинах в том числе и фирмы трампетер т-72 и те же ты 90 я даже думаю что на т-90 см новый а трампетер тоже можно будет его применить потому что диаметр катков сохранился прежним и только там только поменялась сама фактура опорного катка вот такая вот модель очень хорошая всем любителям современной бронетехники я эту модель рекомендую невзирая на то что может показаться сложная ходовая часть она того стоит когда я собирал т-10 тем от этой компании я тоже считал что там сборка траков довольно сложная теперь увидев эту я говорю что она совсем простая да действительно трудно в плане того что пожалуй собирать долго так в остальном модель очень хороша я думаю что соберется она без проблем человек который будет собирать получить действительно удовольствие от работы с этой машины лишь если вот рассматривать данное изделие так скажем фирмы мэнк по пятибалльной системе какой-то я поставил пятерку твердую пятерку твердую пятерку без всяких минусов и в принципе цена на него она довольно таки демократична сейчас по сравнению с другими моделями дарма тот же самый трамп это за тоже трампетера придется отдать наверное около пяти может быть даже чуть чуть поменьше 45000 эта модель стоит дешевле поэтому и качеством она кстати будет лучше потому что несмотря на то что это это китай ну вот фирма мэнк она как-то более тщательно относится к проработке своих моделей ну и не только даже проработки и к маркетингу именно в россии я тоже думаю что отнеслась довольно таки интересно спасибо фирмы мэнк спасибо алексей за интересный обзор и самое главное спасибо фирме арена пилотаж которая любезно предоставлена нам на обзор данный экземпляр спасибо лишь еще раз как говорится ждем твоих работ люди говорят нравятся твои уроки так что стараюсь в будущем уважаемые друзья подписывайтесь на канал потому что будет много интересного спасибо спасибо ли вам пока